Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Олег Буров, гость в студии. И всех уже интересует, наверное, как вам все-таки удалось реформировать коалицию в Рижской Думе. Уже известно, что блок Риги подключился к вам вместо фракции независимых депутатов. Вы уже ранее в интервью в ЛНТ сказали, что привлекли их политической ответственностью. Но, может быть, можно как-то пошире, потому что изначально, 28 ноября, было известно, что сначала блок Риги согласился вас поддержать. Потом что-то изменилось. Они уже взяли обратный ход, потом снова согласились. Говорили о какой-то создании комиссии по делам демографии. Которая их не устраивает, потому что вы не собираетесь поддерживать эту инициативу. Ну, что я хотел сказать. События прошлой недели, они были довольно интересные. Потому что в тот день, когда мы планировали провести Думу, тогда не пришли не только четыре депутата. Трое с блока Риги и Баброку, но не пришла партия Согласия. По непонятным причинам. И появились комментарии. Якобы капризах партия «Честь служить Риги». Капризов никаких не было. Была четкая позиция. Просто было ощущение какой-то еще дополнительной игры или переговоров. Поэтому мы смотрели на этот процесс нормально. И когда Первая Дума не состоялась, это уже первый сигнал к распуску Думы. Потому что три заседания Думы, еще два и Думы распущены. И поэтому, чтобы стимулировать депутатов, я сказал, что Дума вообще должна пройти в 9 утра в пятницу. Чтобы ни у кого не было времени еще на какие-то переговоры, ультиматумы. Потом перенесли на час дня. Ну и, как вы знаете, Дума в час дня закончили в 2 часа ночи. Коалиция была избрана. Ну, как я оцениваю эту всю ситуацию? Четверо депутатов, они или сами ушли из партии, или были исключены. Вот депутатский блок Риги и Байба Брока. За ними не стоят политические партии. Им еще предстоит определиться до следующих выборов. Или они придут к партиям, которые сейчас находятся в Рижской Думе. Или они придут к партиям, которые не представлены в Рижской Думе. Или вообще они закончат свою политическую активность. Поэтому говорить непросто. Ну, за ними не стоит политическая сила. В то же самое время у партии Согласия тоже были свои взгляды. И они, может быть, хотели какие-то должности вернуть обратно. Поэтому была дискуссия где-то, она была довольно эмоциональная. Ну, и, как всегда, любое создание коалиции – это компромисс. Это компромисс, но у любого компромисса есть какой-то рубеж, когда ты уже понимаешь, что это не нужно. Но в данном случае мы этот компромисс нашли. Посмотрим, что будет дальше. Я смотрю с таким осторожным оптимизмом на все. Сейчас вызвало эмоции первое решение вице-мэра, когда его избрали в пятницу поздно вечером, и в понедельник утром днем он отстранил Ригасат-Эксме совет. Я бы это не делал, но, наверное, у вице-мэра была своя мотивация. Я просто хочу еще раз сказать. Вот это капитал Далестура, соответственно, за это муниципальное предприятие, эта ответственность разделена до 1 января между мэром и вице-мэром. Ну, сейчас между двумя вице-мэром. Потом ситуация меняется. И я как мэр не могу ему поручить делать, он отвечает за это предприятие. Так было распределение между предыдущим мэром и вице-мэром. Так это и сейчас. Да, с 1 января ситуация меняется. И я тоже очень осторожно смотрю на эту ситуацию, потому что мне кажется, что абсолютного понятия у людей, что закон принят, и тут должна произойти полная деполитизация, его еще до конца нет. И партии, конечно, хотят как-то курировать. Что будет под этим кураторством, поживем и видим, посмотрим. Поэтому, ну, чтобы вы поняли мою ситуацию, да, конечно, хорошо, что коалиция создана. Да, я надеюсь, что она будет работать и проработает до конца созыва. Я надеюсь, есть к этому все основания, что мы примем бюджет, и на бюджете не поругаемся. Но в то же самое время сказать, что я держусь руками и ногами за это кресло, и если будут у меня очередные выборы, естественно, это будет политический процесс. Естественно. Кризиса нет. Юридические основания распустить Думу нет. Но, если это произойдет, я за свое кресло не держусь. Я готов идти на внеочередные выборы. Вот по поводу, действительно, этих аспектов, связанных с возможным распуском Министерской Думы, мы знаем все заявления министра среды и регионного развития господина Пуца, который усмотрел, как он считает, какое-то повторное нарушение закона о вывозе отходов, мусора. В чем эти были нарушения, и действительно ли они были, и Дума их устранила, я так понимаю? Вот смотрите, мы все рижане. У нас был кризис в мусоре? Нет. За все это время? Не было. У нас есть кризис, про который мы читаем, про который мы видим в интернете, разговоры. У нас есть разговоры про кризис, но реального кризиса у нас с мусором нет, я могу сказать, не было и не будет. Как у вас вывозят мусор, вывозили, вывозят и будут вывозить. Поэтому кризиса нет. Есть ситуация, конечно, она очень сложная, она связана с тем, что правительство приняло решение 12 сентября о внеочередной чрезвычайной ситуации. Для чего это было принято? Для того, чтобы не нужно было подписывать клиентам договора с операторами, чтобы они действовали предыдущие. Сейчас эта ситуация, с точки зрения Думы, есть разные мнения юристов. Сказать 100%, что нужно было сейчас принимать чрезвычайную ситуацию, довольно трудно. Юристы Рижской Думы считают, что это не было необходимо. Можно сказать, сколько юристов, столько мнений. Есть позиция, что нужно было это только по 8% клиентам. В основном, основная часть из них юридические персоны. В данном случае у нас произошла процедура переговоров. На основании закона о закупках, все это было сделано законно. Были выбраны те же самые три оператора. Они согласились продолжать вывозить мусор. На тех же условиях, не меняя тарифов. Да, но вот господин Пуцет тут же пытается за это зацепиться и говорит о том, что да, это все, конечно, хорошо, что они будут продолжать вывозить вывозь мусор, но кто будет за это платить? За это будут платить клиенты, как платили до этого. Для вас ничего не меняется. Далее у них уже закончились договора. У них новых договоров 12 сентября не было. У них продолжались договора. У них просто продолжались старые договора. В данном случае это те же операторы, которые у вас вывозили мусор несколько лет тому назад. Поменялось оператор, один только 12 сентября пропал, перестал оказывать эти услуги. Это вот 8% от количества всех режимов. Вот по 8% договора нужно заключить. И в процедуре переговоров операторы обязались, пообещали Рижской думе, что они с клиентами заключат договора до 31 декабря. В данном случае Рижская дума выполнила свои условия. Рижская дума нашла операторов, заключила с ними договора, которые обязуются вывозить мусор. Это их сейчас ответственность заключить договора с клиентами. Они должны бежать и заключать договора с клиентами. Здесь нет никаких проблем. С договорами все в порядке. Контейнеры опустошаются. С мусора на дорогах мы не видим эти пакеты. Тогда о чем говорит господин министр? Говоря о том, что есть какие-то юридические основания для решения о распуске думы, говорит, что ваши пояснения, предоставленные министерству, не свидетельствуют о том, что все в порядке. Я согласен, что, может быть, первые пояснения не были совсем удачны, если мы говорим о переписке. Второе письмо, которое ему ушло даже раньше срока намеченного, потому что этот срок мог служить поводом для распуска думы. Мы не ждали последнего дня. Мы это письмо отправили в прошлую пятницу. В письме четко описано, как мы собираемся информировать людей об этой ситуации, что мы собираемся делать четко на многих страницах, отвечено на три вопроса, которые задал министр. Просто, понимаете, нужно понять, распустить думы можно из-за того, что контейнеры у нас в основном зеленого или желтого цвета. А можно сказать, а мы хотели, чтобы они были флага цвета города, например, белого и голубого. Перевязаться можно к любому. Потом можно судиться, потом можно говорить. Мы живем в ситуации, где говорить о юридических какой-то ситуации, а о юридических доводах зачастую, увы, не приходится. Это политическое решение. Что ждут? Поживем и видим. Я думаю, что нас специально пока не решат, распустить или не распустить, кому-то это выгодно или невыгодно, будут все время держать в таком состоянии. Когда господин Пуца, я не хочу ни в коем случае демонизировать его образ. Нет, он очень умный, он с государственным мышлением человек, чиновник. Сейчас он политик, был чиновником в свое время. Но сейчас он тоже играет, как политики, одну свою игру. И вот он сейчас смотрит. И когда он говорит, у Рижской думы нет времени заниматься хозяйственными вопросами, Рижская дума занимается своими делами, он эти дела ставит в повестку дня. Мы получаем ежедневно. И уже это было при предыдущем мире, так и сейчас. Мы забрасываем письма, мы на них тратим время, мы отвечаем, мы доказываем, что белое – это белое, черное – это черное. И все мы это доказываем, отвечаем, потом нам говорят, ну о чем вы занимаетесь? Вот этим мы и занимаемся. И при всем этом мы еще, конечно, занимаемся хозяйственными делами. Поэтому, ну как это, как там было в этом мультике? Я борюсь, потому что борюсь. Вот очень важно, чтобы мы не перешли вот эту грань. Вот говоря о политике, многие избиратели, ну недоумевают сейчас, те, кто следит внимательно за этими процессами. Ну вот, допустим, дело дойдет до внеочередных выборов. Роспуск, внеочередных выборов. Но мы знаем, что очередные выборы пока никто не отменял. Они уже в июне, первых числах июня 2021 года. Получается, что? Это внеочередная дума проработает год? Какой в этом смысл? Абсолютно верно. И когда я вам сказал в начале передачи, что я не боюсь идти на внеочередные выборы, это не значит, что я их поддерживаю. Почему я их не поддерживаю? Абек, вы абсолютно правы, потому что если сейчас пройдут очередные, думу распустят, пройдут выборы. Выборы пройдут где-то в последних числах февраля, в начале марта. Скорее всего, в начале марта. Вот в районе где-то там, я не знаю, сейчас календарь не вижу, в районе 8 марта там какого-то пройдут выборы. В конце марта, начале апреля только дума приступит к своей обязанности. Пока на самом деле изберут. Пока коалиция. На 1 апреля все посмеются, изберут эту думу. Потом они все сядут, депутаты поделят свои кресла. Потом они поймут вообще, где солнце встает, где солнце садится. Они начнут, потом как положено, как это всегда, они покритикуют то, что делалось до этого, потому что о чем еще заниматься, да, потому что времени у тебя мало. Они немножко поработают, им нужно будет уже готовиться к предвыборной кампании в 21 году, потому что в 21 году где-то в февраля начнут активно уже предвыборную кампанию на летние выборы. Все, сколько они будут работать. Кто из этих партий, ну говоря спортивным языком, будет делегировать первый состав, первый свой состав. Я уверен, уважаемые рижане, дадут дубль, выражаясь спортивным языком. То есть те люди придут, они просто отсидят, они себя позиционируют и все. Потому что кто будет сейчас уходить из сайма, когда у тебя еще три года в сайме, ты можешь работать, неважно, позиции в оппозиции, начиная с того, что эти люди там получают все-таки, если у них нет бизнеса, ничего, ну более-менее приличную зарплату, а здесь они перейдут на зарплату, которая меньше в несколько раз, да, и на год, и потом у тебя нет никаких гарантий. Там 3 тысячи, а здесь 700 евро, да. Ну, и это тоже, и это тоже Абиг, да, поэтому будем смотреть. Я уверен, что никакие первые персоны до выборов 21 года не появятся. Дальше. Почему я думаю, что это довольно такое узкое мышление. Сейчас мы видим, что происходит в обществе. В обществе собираются подписи референдум за распуск сайма. Как вы думаете, те партии, которые сейчас в оппозиции в сайме, с какой предвыборной кампанией, они пойдут на муниципальные выборы? Они будут говорить о том, что собираем голоса на референдум, правительство работает плохо, они ничего не делают, общество не принимает, медики там, реформа по образованию и прочее, и прочее, и прочее, и на этой волне они будут критиковать, да. Многие вещи будут проходить, извините, например, популистские партии будут говорить, мы придем в Рижскую думу и поднимем зарплату медикам, и кто-то на это поведется, хотя мы прекрасно с вами понимаем, что зарплаты медиков и ситуация в здравоохранении не зависит от муниципалитетов, да. Ну, вот это все пройдет. То есть будет такая политическая, ну, такой... Погоня за избирателями. Погоня за избирателями, да, где избиратели окажутся опять заложниками этого. То есть тут ничего хорошего не будет. Если выборы, как прозвучало где-то, я читал, пройдут до 25-го года, ситуация опять-таки меняется. Но здесь надо смотреть, насколько партия готова к тому, чтобы сейчас серьезно стартовать и за очень короткий срок избрать политиков до 25-го года. Избрать на 5 лет, чтобы не было вот этих выборов. Это нужно поменять, как я вот читал недавно в Латвии Сависа, там пишет господин Пастерс, один из наших, ну, главных ведущих юристов в этой конституционной управе. Институционная поменять. На поправки, да, внести. Там нужно внести очень много изменений в закон. В принципе, это не исключено. Вот я думаю, что сейчас все зависит от того, да. Потому что мне кажется, до 21-го года ни у кого нет интереса. До 25-го года принять участие в выборах. Этим или прорваться самому, или исключить кого-то, соблазн тут есть. Поэтому я думаю, что сейчас мы все, как мы все рижане, являемся заложниками этого процесса и этих политических игр. Вы, говоря о министре, о господине Пуце говорили, что он, да, был чиновником, сейчас стал политиком и играет как политик. А вы, в свою очередь, до того, как стать мэром, вы не раз в интервью подчеркивали, что вы хозяйственник, вы возглавляли комитет городского имущества, да. Ну, я возглавлял департамент имущества. Да, да, да. Вы сейчас больше себя олицетворяете как политиком, и в связи с этим, можно сказать, вам все равно, допустим, с кем создавать коалицию в Рижской Думе, лишь бы она была создана, и у вас была поддержка большинства, или нет? У меня, безусловно, нет такого политического опыта. Потому что я вам скажу, одно дело быть рядом с политиками, а рядом с политиками я уже очень много лет, да. Другое дело быть в центре этой политики. Раньше, когда я был рядом с политиками, я мог сказать, увидев это все, посмотрев на это все, я мог сказать, кому-то надо и работать, захлопнуть дверь и уйти, на самом деле, и заниматься хозяйственным вопросом. Ты сейчас в центре этого всего. Я вам могу сказать и сейчас, да, я политик, да, если так можно сказать, да, я председатель Думы, то есть в этом уровне я политик номер один, но сказать мне, ответить на вопрос, нравится ли тебе политика, нет. Эта политика мне не нравится. Потому что сейчас вот такая политика… Конкретная или вообще как такова? Вы знаете, ну она вся такая, она вся такая. Значит, надо очень много менять, чтобы у нас не было вот этих интриг, не было измен в политике, не было разговоров, когда… Я не привык к тому, да, я вроде бы ни мальчик и ни ребенок, но я не привык к тому, когда тебе, смотря в глаза, говорят одно, а думают совершенно другое. Когда тебе говорят, да, сделаем, а идут за угол и делают совершенно другое. Я не привык к этому. Я не привык к тому, чтобы в политике выставляли условия какие-то хозяйственные, свои интересы. Может быть, я в этом смысле наивный, хотя мне кажется, точно я розовые очки не ношу, да, но мне бы как-то хотелось, чтобы все-таки люди, которые пришли в политику, больше думали на самом деле об избирателях, а в нашем смысле о горожанах. Что у нас получается в политике, понимаете? У нас очень много людей приходит в политику на любом уровне. Те, которых, я прошу прощения, политикам, да, не дай бог, они нас тоже с вами сейчас слушают. Те, у которых в жизни что-то не удалось, они себя не показали. Они себя не показали в бизнесе. Это, безусловно, не все. Но есть такие, которые не реализовали себя в каких-то сферах, и они решили получить свои дивиденды в политике. Я сейчас не говорю, это не коррупция, но они решили, что они тут отсидят, они решат какие-то вопросы, они трудоустроятся, и поэтому появляются вот такие люди, которые, в принципе, они нигде не работают. В муниципалитете, в Рижской думе эти уже люди могут работать. Это же не особо важная работа. Они не могут найти работу, а потом они жалуются. А мне трудно работать на 700 евро чистыми. Естественно, ему трудно, ему трудно, да, а он больше ничего делать другого не может. Поэтому, естественно, важно, чтобы в политику приходили люди с амбициями, безусловно, которые с большим интересом что-то изменить, желанием. Но чтобы это были люди, которые, извините, для которых политика – это не средство существования, для которых политика – это образ жизни, это хобби, которым интересно это делать. Такие люди есть. Я их вижу. Я вижу тех людей, которые смотрят на политику и готовы прийти в политику. Я вижу предпринимателей, которых интересует политика, не для того, чтобы получить заказы самоуправления, не для того, чтобы что-то прихватизировать, не для того, чтобы что-то решить, а для того, чтобы попытаться это изменить. И такие тоже люди есть. Может быть, они идеалисты. Но мне бы очень хотелось, чтобы таких людей, вне зависимости от того, какие это партии, позиция-оппозиция, их было больше. Вот что касается честь служит Риги, если все-таки дело дойдет до внеочередных выборов, я так понимаю, пока решение не принято, вы идете самостоятельно или, как раньше, в общем, в списке согласия? Ну, во-первых, Абек, сейчас председатель партии «Согласия», сам заявил, что они пойдут отдельно. Да, предложения идти вместе не было. Я пока не хочу об этом говорить. Безусловно, если мы пойдем отдельно, я могу сказать точно, если от меня будет зависеть наша предвыборная кампания, мы не будем никого критиковать, мы не будем ругать согласия ни в коем случае, и мы не будем ругать других. Мы показываем, как мы работаем. Если мы пойдем отдельно, то надо смотреть, какое у нас будет количество голосов по итогам выборов. Естественно, у нас очень хороший, уникальный опыт работы вместе. Мы начали работать вместе в одной коалиции в 2009 году. Мы уже 10 лет работаем вместе. Поэтому, если позволит общее количество голосов сформировать коалицию, естественно, мы работать вместе будем. Говоря еще о ситуации в Европе, сейчас была такая острая дискуссия у вас с Буваудой, со строительной управой по поводу вот этих строений на территории центрального рынка. Но мы видим, что тут конфликт между руководством Бувауды и руководством Реческой Думы уже такой затяжной. Абек, не может быть какая-то ситуация между председателем Думы и его подчиненными. Она не может быть по определению. Да, это понятно. То есть, это вообще выглядит ситуацией. Поэтому просто я смотрю на этот процесс. Как сейчас руководят Бувауды строительные правы? Не очень жаль. Создана сильная бюрократическая структура, которая создана очень опытным таким бюрократом, которая создана таким образом, что в итоге они вроде бы ни за что не отвечают. Если мы говорим за Тауэр, регулярно в течение многих лет приезжать, смотреть, контролировать и не высказывать никаких замечаний по поводу строительства, куда вложено 256 миллионов, отвечать на звонки, говорить «да, все, зеленый свет, сейчас с премием». Потом в один момент перестать все это делать, и одновременно, как говорит инвестор, к нему приходят люди и делают намеки «мы вам поможем». Это дело не Рижской Думы, это дело не вашего радио, это дело абсолютно других правоохранительных органов. И потом находить 101 довод, и стать вдруг слепыми, и не видеть, и ничего не делать по поводу принятия в эксплуатацию, у меня возникают вопросы. Киоски, которые построили вот эти модули, о которых мы сейчас видели, где торговали одеждой и другими товарами, но реально весь бизнес был рядом, потому что торговали сигаретами. Мы все это сейчас видим в течение последних двух недель. Киоски поставили в 1996 году. Все знают, временное строение, статус любого киоска, любого павильона – 5, с возможным продлением еще на 5 лет. 1996 год плюс 10 лет – это 2006 год. В 2006 году закончился срок эксплуатации этих киосков. Да, мы видели сейчас по передаче «Айзлайк Тайспанименс», кто реальные владельцы. Мы видели, что там за одним из владельцев, у кого 50%, скрывается бывший директор рынка, многолетний один из руководителей рынка, Найна Цибульская, у которой сейчас другая фамилия. Это ее невестка, по-моему, она владелец 50%. Понятно, что этот арендатор имел, будем говорить таким старым языком, но так оно и есть, свою крышу. Понятно, что эти владельцы имели там большое-большое предрасположение со стороны администрации рынка. Администрация рынка менялась. Менялась, как вы знаете сами. Очень многие закончили по всем, в основном по всем, за исключением двух последних, были уголовные процессы. Все заканчивали не очень хорошо. Да, только господин Морозов ушел в Сайм, и господин Дровин их сейчас успешно работает. Я могу сказать, успешно, неплохо работает. И вот к этим киоскам никто не приходил. Они стояли-стояли. Устроительные управы это не какая-то отдельная структура, это структура Рижской думы. Земля написана на имя города, не на имя одного или второго департамента, на имя города. На то, что находятся в этой земле нелегальные строения, естественно, отвечает строительные управы. 13 лет там стояли киоски, которые там стоять не должны. В 17-м году, после того, как пожарные в УКТ написали три письма, и только после третьего письма строительное управа пришла и написала документ, и написала акт о том, что эти киоски нужно сносить. И переслала их в департамент имущества. В 18-м году одно письмо. Но вопрос легализации, вопрос сноса этих киосков, это вопрос строительного права. Вспомни, когда несколько лет тому назад в Риге была кампания, когда боролись, сносили киоски, которых торговали этими, ну, это были не наркотики, а как они? Спайсы какие-то. Спайсы, да? Тогда это все организовывало показательно, публично, с телевидением, строительное управо. Они приезжали, у них приезжали трактора и сносили эти киоски. Здесь они этого не сделали. А Рижская дума не знала о существовании вот этих нелегальных киосков? Это ответственность, я говорю, той же строительного права. Они должны смотреть. У нас здесь закончился срок эксплуатации, и они должны сказать. Или его легализуйте и должны дальше сообщать. Опять-таки, если они сообщат центральному рынку, опять действия должны быть со стороны строительного права. Дальше. Вдруг неожиданно. Они решили, хорошо, мы их не будем сносить. Мы их будем легализовать. Сейчас дальше, поскольку арендатор, вчера по телевидению сказал там представитель инспекции, и одного, и один из арендаторов, мы одному из арендаторов продлили срок эксплуатации. Один из арендаторов, уважаемое Рижане, это как раз торговый центр Латгальского предместя. Это тот арендатор, о котором мы говорим. Вот один из арендаторов. Так что там скромничать? Так бы и сказали. И они ему, при всей этой ситуации, мы же не слепые люди, мы понимаем, что там торгуют сигаретами. Мы понимаем, кому это все принадлежит. Мы понимаем, сколько лет от обесплатации. И тут они вдруг неожиданно оказывают режим особого благоприятствия и продлевают легализацию этих киосков до 30 января следующего года. У меня возникает очень много вопросов. А по рынку ходят представители этой фирмы и говорят, администрация рынка, все в порядке, мы там договорились. Мы там договорились. Нам все легализуют и продлят. Вот понимаете, я не работник НАБА, не я, не мне заниматься этими действиями, но Рига город маленький. И когда мы говорим о многих вещах, мне бы очень хотелось многие вещи пресекать до этого, чтобы не получалось, что потом неожиданно в одну или вторую структуру Думы приходят люди в черных масках, изымают документы и кого-то задерживают. Поэтому, да, я хочу с этим бороться, да, я хочу эту ситуацию изменить. Да, сейчас договор с этой фирмой расторгнут, да, мы сейчас смотрим на самом деле юридически все, что делало строительное право, и не получится у них себя позиционировать и выводить как-то за рамки Рижской думы и говорить, вот это Рижская дума, а это мы. Вы, Рижская дума, это ваша ответственность, и вы должны это делать, и вы от ответственности не уйдете. А как вы будете разрешать конфликт строю права по поводу Зетаурус, где по... Это не просто, это не просто, надо смотреть, здесь нет другой структуры какой-то, которая может прийти и принять в эксплуатацию место. Просто надо смотреть, посмотрим. Господин Вирцев, председатель строительного права, вчера неожиданно заболел, стоило мне прийти на канал ЛНТ и даже сказать гораздо меньшую часть из того, что мы говорим сейчас, вот он сразу же взял больничный. Ну, выздоровеет когда-то. Помогут ему выздороветь, я думаю, не будет он болеть вечно. Ну, в принципе, я так понимаю, что у... Сейчас вместо него другой работает представитель, я назначил его заместителя, который очень профессиональный человек, посмотрим, как сейчас будет развиваться эта ситуация. Он проведет еще один аудит, что за понятие? Увидим, 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 да. Еще раз, мы никого не лоббируем. Мы никого не лоббируем, да. И мне абсолютно в данном случае все равно, The Tower или кто-то еще. Но мы не должны, если Рига Суданс приняла это в эксплуатацию, мы должны это понимать, видеть это, это оценивать. И нужно понимать одно, да. Если инвестор вложил сюда 260 миллионов, большая ошибка господина Вирцевса в том, когда он это здание сравнивал с Максимой. Человек, который не ушел в отставку и не взял на себя ответственность, моральную ответственность, и остался работать председателем строительного права после того, как было разрушение в Максиме. И, в принципе, люди, которые сидят сейчас на скамейке обвиняемых, его подчиненные, а он сам остался даже работать, сейчас это здание без каких-то фактов сравнивает с Максимой. Это цинизм, это абсолютно неправильно, и это грубейшая ошибка с точки зрения профессионала. А по должностным обязанностям он таким должен являться. А у мэра есть право каких-то кадровых решений в отношении руководства Бувалды, да? У мэра может быть желание обег, но право должно быть оценено, все основано на юридических моментах, да. Ни в коем случае я не буду делать так, чтобы кого-то эмоционально или даже, как я считаю правильно, нужно отстранить от должности, а потом долгие годы судиться и платить компенсации. Все должно происходить юридически, да. По поводу компромиссов, о которых вы говорили, о том, что вы сейчас все-таки политик, политика это компромисс, но компромисс с определенными рубежами, да? Если возвращаться к новой коалиции с блоком Риги, каких компромиссов вы достигли? В частности, они выражали, может быть, желание свои создавать определенные комитеты, вот насколько это нашло поддержку? Это были компромиссы не только с ними, а и с партией Согласия, потому что, как вы знаете, они вместе не пришли в четверг на Думу, и в четверг в Думе только зарегистрировались 10 депутатов, членов ГКР. Вы выяснили, почему это Согласие не пришло? Вы же беседовали потом с ним уже неделю? Нет, не беседовал. Они подготовили за ночь со среды на четверг коалиционный договор, который подписали все, и депутаты Саскани, и Байба Брока, все поставили нас перед фактом. Многие вопросы, которые там были написаны, для нас были неприемлемы. Мы подписались со своими замечаниями. В ответ они не пришли на голосование. Нам удалось изменить эту ситуацию, и, ну, не знаю, насколько здесь, не буду говорить, мы выиграли, не выиграли, но мы свои вопросы, на которые мы не были готовы, мы решили. И в данном случае, я думаю, что наши коллеги были более заинтересованы в том, чтобы неочередные выборы не состоялись, а эта коалиция была заключена. Поэтому я бы не хотел себе приписывать большую заслугу создания в коалиции, я бы себе приписывал то, что все-таки мы показали какую-то границу между компромиссами, сказали, есть вещи, на которые мы не готовы идти. Наши партнеры на это согласились. По поводу урезания финансирования, может быть, известно, что 70 миллионов евро недополучит Рижская дума? Да, по поводу бюджета, да. Ну, реально, нам бюджет нужно снизить сейчас на 19 миллионов. Расходный имеется в виду. На 19 миллионов бюджет. Сейчас мы думаем, как его снизить. За счет чего? Вчера, естественно, эти 72 миллиона, но это реально будет сумма меньшая, на которую решили, скажем так, как надо называть вещи своими именами, оштрафовать Рижскую думу. Это 38 миллионов. И еще раз, это половина 70, ну, примерно половина от 72, да. О чем идет речь? Еще раз я хотел сказать, потому что вчера у меня была встреча с министром образования, и она высказала, что вся страна страдает от рига сатексмы. Вот это все блеф, вранье и некомпетентность. Немножко другими словами, но я это и сказал вчера министру, да. Не надо министру образования становиться министром финансов или министром сообщения. О чем идет речь? Я просто еще раз хочу напомнить радиослушателям. По требованиям государственного статистического комитета, по требованию управления, по требованию ээростата, сейчас нужно показывать весь этот бухгалтерский учет по муниципальным предприятиям, в том числе по рига сатексмы, нужно показывать в общем бюджете. И вот эти 72 миллиона, о которых вы сказали, это покупка трамваев, троллейбусов, автобусов, основных средств, которые запланированы на следующий год. Это никакие неприятные вещи, связанные со скандалами в прошлом году. Это покупка реальных троллейбусов, трамваев, автобусов. Все. Это требования были 2012 года. Их не ставили просто в бюджет бухгалтерский. Сейчас эту цифру, вот эти основные средства, нужно просто поставить в бюджет. И получилось то, что у нас получается минус 72 миллиона. Половину мы взяли, осталось 38 миллионов. Другую часть мы просто взяли и поменяли график доставки троллейбусов, автобусов. Часть на этот год поменяли и больше закупим. В этом году часть перекинули на 2021 год, часть на 2022 год. Почему на 2022 даже? Потому что 2021 для государства будет тоже архитяжелым годом. Жить станет немножко легче с 2022 года. Возможно. Но что будет трудно в 2021, это уже реально. Будем надеяться, что 2022 год по всем показателям будет лучше. Вот и все. То есть здесь нет никакого нарушения. В ответ нас политически решили оштрафовать. Сказали, вот эту оставшуюся сумму, 38 миллионов, мы у вас, мы просто вас оштрафуем. Мы вам не додадим. Следовательно, нам нужно было менять бюджет. Отчасти мы его поменяли. Но 19 миллионов, вот у нас мы все равно остались в минусе. Что будет дальше, посмотрим. Я бы очень надеялся, что потом, когда мы примем бюджет, государство уже приняло бюджет. Вот пройдет эта волна с тем, что нас все время пугают с распуском Думы, может быть, все-таки политики, я говорю о кабинете министров, поймут и пересмотрят свои отношения по поводу тех 38 миллионов или хотя бы суммы какой-то. Поэтому сейчас, конечно, нам нужно думать, как создавать бюджет. Естественно, у нас приоритет – это основные функции, которые выполняет самоуправление. И здесь я хочу сказать самое главное. Да, мы что-то где-то не сможем открыть новые программы. Что-то мы будем урезать. Но однозначно, 100%, я хочу сказать одно. Все льготы в общественном транспорте, они останутся без изменений. Все пенсионеры Латвии, латвийские пенсионеры, латвийские школьники, все остальные льготы, все останутся без изменений. Кто ездит бесплатно, пенсионеры латвийские школьники, все будут ездить бесплатно. Всем остальным льготы все останутся. Это у нас непересматриваемая вещь. Хотя, конечно, базовая сумма 130 миллионов в дотацию, это на основании этого года мы даем. Рига Сатексма просит большую сумму, пусть сами изыскивают резерв. Вот такой интересный вопрос. В самом начале, когда вы стали только мэром Риги, вы сказали, что не должно быть так, что Рига против Латвии или Латвия против Риги, надо диалог и так далее. Нет такого ощущения, что сейчас, видя, к примеру, что касается медиков или педагогов, где правительство умышленно не исполняет закон, уже принятый. И сейчас пытается, я так понимаю, на вас свалить. Еще раз, Абек, все это делается, надо понимать реально эти вещи. Вот создается кризис из-за мусора, которого нет. Я сказал, что, я это говорил при встрече с президентом, что нужно рушить стену между государством и самоуправлением, и Ригой. Кто эту стену строил? Ну, будем говорить честно, строили и те, и другие. Кирпичики эти клали на эту стену, как город Рига, так и государство. И сейчас неважно, кто их больше там поставил. Но сейчас создается эта стена уже, стена из мусора. Почему? Ну, уважаемые радиослушатели, это должно быть вам понятно. Это делается для того, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит в государстве. Когда медики собираются около Сайма, когда медики бастуют и говорят о том, что это надо признать. Реформа в здравоохранении у нас с начала независимости Латвии не прошла успешно. Это на самом деле наша самая большая беда. И сейчас выгодно отвлечь от этого внимание. Ригу не касается административно-территориальная реформа, но она касается всю Латвию. Сколько много людей, которых недовольны административно-территориальной реформой. Когда объединяется ряд районов, а дороги между ними не существует. Это только один из маленьких примеров. Очень выгодно отвлечь от этого и говорить о кризисе в Риге. Очень выгодно. Очень много позиций. Непонятная ситуация. Каждый новый министр делает что-то новое в реформе образования. Тоже непонятно, что там как будет. В данном случае все очень много партий, и партии, которые формируют правительство, они на этом объединились. То есть выгодно критиковать Думу, и не важно за что, выгодно отвлечь внимание. Да, сейчас мы видим, какой конфликт. Наденьте, пожалуйста, наушники. Да, вы примете звонки тоже, сколько успеем. Доброе утро, пожалуйста, слушаем вас. Доброе утро. Здравствуйте. У меня к вашему гостю такой вопрос, предложение, я не знаю. Я живу в Калгуре. Мы многие ездим в Ригу в ваши больницы рижские. И получается так, 4 евро на электричке, 3 евро в Риге. Но нельзя как-нибудь что-нибудь придумать, разовое, что ли, билеты для пенсионеров. Потому что из-за этого многие пенсионеры отказываются. Вот министерство здравоохранения, говорят, у них там не является народ. Ну, уже очень дорого. Спасибо. Спасибо большое. Я могу сразу сказать, тут речь идет не только о пенсионерах. Очень важно сделать единый билет для тех, чтобы было и на электричке, и на Риге Сатексме. Это очень важно. И об этом мы говорили на встрече с мэрами всех самоуправлений, ближайших самоуправлений. Это Перигас. Это очень важный момент. У нас скоро закончится время. Я хотел сказать еще одно. Поскольку сейчас был звонок пару месяцев тому назад. Было очень много жалоб. Они поступали и на ваше радио, было очень много жалоб на телевидение. И мы на самом деле, мне звонило очень много рижан по поводу того, что запретил Рига Снаму Парвалдник с подачей данных Рига Суденс подавать эти бумажки писать. По квалифорам виде. Вот я хочу сказать, используя возможность, что я это отменил. Я стал ответственным за домоуправление с тех пор, когда отстранили вице-мэра Бараника от должности. Первый раз я стал отвечать за домоуправление. Я сразу же отстранил предыдущий состав правления. Поставил временный состав правления. И первое, что я им поручил, изыскать возможность вернуться к старой схеме. Да, это более такой процесс, который занимает время у домоуправления. Нужно больше человеческого ресурса. Да, это самоуправление неудобно. Но просто нужно подумать о тех рижанах, о тех рижанах, одиноких людях, людях в возрасте, которым на самом деле понятие «отошли электронную почту». Это для них довольно трудно. Для многих даже трудно послать записку, смс. Поэтому мы возвращаемся к старой программе. Поэтому люди, не принимая эти решения, которые, может быть, для людей молодых, они вполне легкие, а для них трудные. Они становились в эти многочасовые очереди в некоторых только участках в Риге. Стояли им, там становилось плохо, вызывали скорые. Поэтому было очень много неприятных моментов. Мы возвращаемся к старой системе. Когда мы придумаем новую систему, которая будет или как латвия с газа, получать карточки, платить вперед, отправлять так, как это делается. Тогда мы будем что-то менять. Пока мы не готовы, вернули старой системе за декабрь. Если что-то не то, пожалуйста, звоните или через радио, или пишите в Думу, звоните напрямую мне. Да, наверное, еще один звонок успеем принять. Доброе утро. Слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. У меня два коротких вопроса. Пожалуйста. Переезд на Саркандаугову. Обещали строить мост. Очень много говорили. Уже должна быть там первая очередь готова и затихла. Что с ним будет? Да. И второй вопрос конкретный. Уважаемый МНР говорит, что повышения цены на мусор не будет. А вот я получил письмо от компании Клинер, в котором она... Да, объясню. Я все скажу. Что будет повышение... Да, да, я все скажу. Спасибо. По второму вопросу. Да, по мусору. Это налог на природные ресурсы, дабы с ресурса Нодоклыс, где сам принял решение еще пару лет тому назад, что он будет постепенно повышаться каждый год. Цель повышения налога, да, я не думаю, что это правильно, но парламент принял решение. Это не Мирская дума. Цель инициировать, чтобы больше начинали разделять мусор. Да, поэтому для всех это повышение будет. Поднятие, что вы получили от Клинера, это только по дабы с ресурсу Нодоклыс. Только это. Других повышений у них нет, да. В следующем году, вот это сейчас, это повышение, через год будет еще постепенно, он будет увеличиваться. Это тут, это не зависит от Думы, это решение парламента. По переезду с Аркандаугове. Подана жалоба. Был уже определен строитель, в последний день другой строитель, конкурент подал жалобу на рассмотрение, сейчас рассматривает бюро по закупкам. Но когда-то это все закончится. Я думаю, что зимой это закончится и по весне ремонтные работы начнутся, европейские деньги на это есть. Да, нам пора заканчивать. У нас сегодня в студии был мэр Риги Олег Буров. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. До свидания.